Всех приветствую, сегодня будет довольно важная неделя на рынках, потому что по S&P вроде намечается рост, сходил он по запасному все-таки варианту, не стал сразу вверх идти, расширил коррекцию, но теперь уже у нас надежная фигура, двойной зигзаг не спрошел, а это означает, что он пойдет вот сюда как минимум на 4600 сбивать вот этих всех, кто шортит все это дело, соответственно не советую здесь шортить, скупать наоборот любой откат, сейчас предположительно это идет пятая волна, будет что-то вот такое, а потом туда, поэтому вот хороший трейд, соответственно вот на этом деле многое, очень многое будет расти, в первую очередь это крипта, которую конечно слили пока рынки стояли, там просто в пол был закрыт S&P и там всякие плохие новости накидали, короче говоря биток цель-то выполнил, то есть я говорил 38000, как бы вот она FIBA здесь примерно, в принципе все, уже биток более-менее отскакивает, единственное что на слив S&P как он прореагирует, пока не знаю, вернее на откат S&P, но вообще в целом битку конечно вот сюда, вот сюда нужно ехать, то есть 46000 примерно он пойдет, почему, потому что здесь очень похоже на импульс, конечно не очень, да, он такой и ровный, но скорее всего это была пятая волна, что-то зигзагообразное и это полетит вот так, то есть так и нарисуют, ну варианты какие запасные, ну такие, как обычно, в общем ничего такого нового, кто будет покупать биткоины, думаю не пожалеет, по эфиру вот он уже нормальный такой отскок дал, этот вариант, что сразу вверх конечно же не сработал, тоже зигзагообразное что-то, идем мы по эфиру куда-то на 3300, как минимум, а то и побольше, то есть по крипте может быть большой ралли на самом деле, если глобально смотреть, здесь все очень просто, здесь у нас огромный треугольник, то есть в чем, вот у нас исторический хай на 69000 и между 33000 и 69000 может быть большущий боковик, то есть тут вот на самом деле вот такое примерно жду, и это будет весело, так что все выглядит хотя плохо сейчас, но когда будет цена где-то здесь или здесь, сами поймете, что как раз-таки вторые волны самое лучшее, что можно покупать, потому что это 1.2, либо АБЦ, это лучше не бывает, тут как бы явно четко понятно, что ниже 33000 не уйдет, шансы небольшие, но так если прикинуть, а есть ли вариант вообще сюда действительно, ну пока что вряд ли есть, если только мы не увидим какой-то зигзаг вот такой, и вот такое вот что-то может быть, но и то вот таким вот макаром, соответственно тут по-любому будут какие-то отскоки, и покупать лучше чем шортить однозначно, соответственно если все рынки будут расти, что у нас с долларом, а доллар как обычно пойдет вниз, да, он просто коррекцию в пятницу, такую вот зигзагообразную, и в принципе ему теперь путь сюда, то есть он подтверждает то, что никуда это не вверх, это тоже коррекционная модель оказалась, короче, вверх коррекция идут вниз импульсы, так что жду доллар сильно вниз, соответственно можно покупать любой откат по евро, единственное, что тут не очень понятно, что это за структура, я думаю, что это будет вот такое вот, но это конечно совсем не точно, вот такие штуки, есть вариант запасной, что сразу вверх, ну короче говоря евро тянет прям на 1.15 явно, и уже там уже надо будет наверное лангиты закрывать, пока так, фунт на 1.38 куда-то пойдет, все-таки, тут не треугольники он рисует, тут скорее всего диагонали, диагонали, то есть фунт когда пробьет вершинку, он будет еще пилить, еще пилить и потом только вверх, то есть наверное так, но вообще в целом конечно эта структура странная, но выглядит он неплохо, явно видно, что он сюда тащится, так что все в порядке, порублю, там опять пугает войной, эвакуации, как бы вот он открылся и что произошло, опять вниз, короче говоря, здесь как бы дикий боковик может быть, в итоге все это утянет на 73, я так думаю, альтернатива, что все-таки действительно настолько запугает все, что пойдет вот туда, но рубль сейчас очень сильно реагирует на акции, если акции выкупают S&P, например, и RTS, то рубль укрепляется, все очень просто здесь, соответственно, куда акции, туда и рубль, и акции я жду сильно вверх, потому что по S&P, у нас вариант какой есть, вот такой, такой и вверх, или сразу вверх, то есть, ну, либо треугольники, в любом случае, вот сюда если потащат, ну, явно рубль как бы падает и не собирается, тут еще расти, расти процентов 5 вверх, ну, я не советую такое шортить, и в долларах деньги держать тоже не советую, потому что глобально доллар вниз, и вообще в целом к рублю даже вниз, то есть, ничего такого не вижу, ну, по рублю не точно это, там есть просто альтернатива, что все-таки если на акции его сливать, и рубль все-таки зацепит вот это вот все дело, но потом пойдет вниз, в любом случае, ну, будет между 70 и 80 еще ходить, так что тут настолько все непредсказуемо, что вот точно нельзя сказать, так что пока что так, но самая лучшая точка фото, конечно, по 73 затаривать доллары, оно здесь пока дороговато, как по мне, вот так вот, по золоту подтверждается то, что мы идем вверх, скорее всего, но вот какой траектории непонятно, золото как-то тоже непредсказуемо себя ведет, ну, оно против акций стало ходить, соответственно, ну, если акции пойдут вверх, я думаю, что золоту хорошо-то не будет, короче, тут не купить, не продать, ну, надо пропускать, по нефти, у нас все-таки коррекционная модель вниз, и еще раз повторюсь, мы идем наверх, найдется 6, что говорит о том, что акции не вниз, но опять же, тут будет что-нибудь вот такое вот, и потом вниз, вот если такое я увижу, вот где-то тут надо шортить, то есть будет что-то типа, как было, например, здесь, то есть, если такое я увижу, в принципе, вот, сами видите, что нефть может сделать, поэтому пока вот так вот, в общем, что могу сказать, ждем, смотрим, там всякие газы, пока торговать нечего, вроде как он пошел, видите, в рост с гэпом, ну, не знаю, по идее, он вот эту вершину пробьет, а дальше ничего не буду гарантировать, но по идее шортить это не стоит, могут быть, конечно, боевики всякие дикие, ну, короче, покупать газ было выгодно здесь, а здесь покупать газ уже не выгодно, совсем не выгодно, и поэтому надо пропускать, в общем, такие пока у меня прогнозы, и до следующей встречи.